Исторический документальный фильм. Апрель 1920 сняли в Хабаровске. Премьера состоялась в Доме офицеров Российской армии. Фильм рассказывает о трагических событиях, которые произошли на Дальнем Востоке 100 лет назад. Ирина Забродина побывала на премьере. Погружение в атмосферу 20-х годов прошлого века начинается уже в фойе. Гардеробщики, контролеры, билетеры одеты согласно тому времени. Тут же можно взять в руки настоящее оружие и личные вещи, принадлежавшие нашим далеким землякам. Под сумки, под патроны винтовки Мосина, пистолет-наган, фляга, допустим, папаха, шинель. Рядышком представлены экспонаты, найденные при различных экспедициях, раскопках. На премьерный показ документального кино «Апрель 1920» вход бесплатный. Судя по наплыву желающих, будет аншлаг. Нет, вообще нет у нас. Очень интересно, я хочу, чтобы ребенок к истории приобщался. Мы исторический факультет, я считаю, это наш святой долг, мы очень любим историю, и это очень важное событие для нас. Рады, что у нас проводится такое мероприятие, что столько много людей подключились к съемкам этого фильма, и то, что это наши, так сказать, земляки. Сняли кино «Хабаровчане». Это коллективный труд историков, краеведов, участников поискового движения. Историческая лента воссоздает трагические события 5 апреля 1920 года. В этот день японцы устроили кровавую бойню, неожиданно и одновременно напав на Хабаровск, Владивосток и другие города из села Дальнего Востока. В этот день, 5 апреля 1920 года, Хабаровск впервые узнал, что такое война. Японское выступление 5-6 апреля в Хабаровске – это, пожалуй, одна из самых кровавых страниц в истории интервенции на Дальнем Востоке. И по масштабам сопоставима она, например, с Калмыковским террором. Это действительно кровавые дни, это трагические дни. Работали над созданием фильма два года. В процессе подготовки начали всплывать уникальные документы. Среди них отчет японских военных о зачистке одного из районов Хабаровска. Хранился в частной коллекции «Подлинник», датированный апрелем 1920 года. Его хабаровчане выкупили на аукционе. За лот сражались с представителями японского общества изучения сибирской экспедиции. Так они называют интервенцию. Мы работали по историческим материалам три человека, три исследователя. Это и наши архивы, это выкупленные архивы японской армии, это фотоархивы, опять же, это документы частных лиц. Но зато весь фильм полностью построен на документах. Андрей Колесников, один из авторов фильма, начал погружаться в изучение этой темы еще лет 15 назад. Был удивлен, что информация о тех событиях недостаточно полная. Чем больше я погружался, тем важнее были для меня даже не сами военные события, а истории людей, которые оказались с ними связаны. История истории мирных жителей, гражданского населения Хабаровска. По моим подсчетам, 200-250 мирных хабаровцев, ну, к терминологии того времени, детей, женщин в том числе, они пали под этим огнем. Вот об этом тоже, я думаю, мы эту тему будем продолжать. Изначально планировали хронометраж картины 40 минут, но в итоге добавили еще почти час, чтобы вся историческая правда об этих событиях была в широком доступе для всех. История – это порой то, чего никогда не происходило, описанное тем, кто никогда там не был. А историческая правда состоит из молчания мертвых. Ирина Завродина, Константин Пестерев, Телеканал «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова